Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Какой стала обновленная городская общественная палата? Какие цели и задачи стоят перед общественниками нового созыва? И как реализуются инициативы снизу? Об этом говорим сегодня. И в нашей студии председатель городской общественной палаты, почетный гражданин Самары Владимир Золотарев. Здравствуйте, Владимир Иванович. Рады вас видеть в нашей студии. Хотелось бы узнать сразу, что-то изменится в новом составе? Уже изменилось. Прежде всего, изменилась общественная палата численно. Раньше было 40 человек, а сейчас 27. А почему? Казалось бы, чем больше, тем лучше или нет? Потому что... Нет, не потому. Дело в том, что общественная работа, она тоже требует определенного времени, определенных усилий, просто присутствовать. Это не дело. Поэтому администрация, Дума городская, ну и, как сказать, с нашим участием подумали о том, что хватит именно этого количества. Это первое. Второе, что изменилось. В прошлой общественной палате у нас было семь комиссий. Сейчас четыре. Сразу возникнет вопрос. Да, казалось бы, все направления это важные, да? Все комиссии. Вот, в этом все и дело, да? И мы пришли к выводу такому, что комиссии определяют для себя общее направление работы. Ну, к примеру, образование, наука. Ясное дело, да? Дальше предпринимательство. Тоже понятное дело. Промышленность и так далее. Без вопросов. Молодежная политика, социальная политика, здоровый образ жизни. Тоже вполне ясно. Ну, и вопросы, связанные с местным самоуправлением, строительством, жилищно-коммунальным хозяйством тоже. Ну, это четыре направления, по которым комиссия будет не целиком строить, а, по крайней мере, идти в этом направлении для того, чтобы заниматься такими делами. Ну, вопрос в том, что, правильно сказали, всяких проблем в городе столько, что не хватит и 100 человек комиссии создать. Поэтому мы все-таки решили сделать так, чтобы члены общественной палаты были в определенной мере универсальными людьми. Кто бы ни обратился, по какому вопросу, чтобы можно было находить решение. А для этого в прошлом составе общественной палаты, совет общественной палаты состоял вот как раз из семи человек, членов, вернее, председателей комиссии. Регулярно мы между пленарными заседаниями встречались, там, решали какие-то вопросы и все. Но когда эти семь человек решают вопросы и решают его неплохо, остальные, 40 человек, не всегда бывает в курсе дела, что тут делается. Поэтому мы сейчас эту систему изменили, и всем членам общественной палаты перед заседанием совета общественной палаты даем время, адрес и приглашение. Если у вас есть время, вас интересует вопрос, который рассматривается, приходите. Тогда у нас получается так, что у нас уже все 27 человек задействованы в решении тех или иных проблем. Ну, это, так сказать, проблемы по-крупному, но в общественную палату поступает масса частных вопросов. Ну, буквально вот два дня назад позвонили мне, сказали, вот, по поликлинике 17-й, там был почетный гражданин города, поляков, пришел там документы оформить, у меня там со здоровьем не в порядке. Ну, и в регистратуре ему, в общем-то, устроили маленький скандальчик. Вот так. Вот, а он скромный человек такой, все, сам он никому ничего не говорил, я уже все узнал через третьих лет. Вот, пришлось позвонить руководителю поликлиники, сразу нашли общий язык, без проблем. Я почему этот вопрос затронул? Это, во-первых, вроде частный вопрос. Да. А с другой стороны, есть у всех настрой такой, вот, есть там больница, поликлиник или какое-то учреждение, если где-то что-то сбивается, значит, вот, начальник виноват. Да, безусловно, он отвечает за все, но там ведь коллектив, причем коллектив меняющийся, иногда вот встречаются такие вещи, которые нужно править, и начальство к этому с пониманием относится. Или вот другой момент тоже, вот, недавний, по Ленинскому району, еще в прошлом созыве мы занимались для общества инвалидов, чтобы помещение выделили. Выделили помещение, но было такое распоряжение городское, что общественные организации больше 30 метров занимать не могут. Да. А здесь оказалось 42 метра. Ага. И вот это все снова закрутилось. Причем ответы такие, знаете, несерьезные давали. Вот, вы неправильно указали номер комнаты, вот, вы неправильно указали метраж. Ну, что же, пришлось поговорить тоже с руководителем департамента, и все через несколько часов звонят и говорят, что все решили вопрос. То есть я к чему говорю? Помимо вопросов глобальных, таких, как вот в прошлом году осмотрели вопрос патриотического воспитания, правда, мы тоже вместе с департаментом смотрели, да? Вот такие частные вопросы, они тоже требуют внимания, требуют, так сказать, какого-то участия. Вот из них наша жизнь вся и строится, собственно говоря. Да, поэтому мы и поставили вопрос о том, что каждый член общественной палаты должен быть достаточно универсальным. Да, то есть у вас не только количественный состав, но и качественный сейчас меняется. Да, причем я должен сказать, что в этот раз у нас, ну, как правильно сказать, профессионалов, в том числе и с общественной точки зрения, и с точки зрения работы, больше, намного больше. И, естественно, получается разговор более жесткий. Вот это и нужно, потому что просто поговорить и разойтись, да, как общественники, вроде бы, как от нас-то мало что, ну, вот поговорим, обсудим, и мало что зависит. Нет, в этом-то и дело, вы правы, да любое дело надо стараться довести до конца. Конечно, да. Решен вопрос, все хорошо, да, если висит, то... Да, хорошо, что у вас такой принцип работы. Давайте посмотрим сюжет заседания вашей палаты, а потом продолжим разговоры. В обновленный состав городской общественной палаты вошли 27 человек. Это депутаты, представители сферы образования и общественных организаций города, деятели культуры. Предыдущим составом достигнуто немало положительных результатов. Именно общественная палата выступила инициатором создания новых институтов местного самоуправления, общественных советов микрорайонов Самары. Сейчас их в городе 85, в них работают почти 2000 человек. Без учета, в широком смысле этого слова общественного мнения, очень трудно выработать правильное решение, которое бы устраивало большинство. Здесь, опять же, власть единолично не может эту задачу решить. И вот как раз общественные формирования, палата, в первую очередь общественная, должны эти темы обсуждать, предлагать решения и совместно с нами реализовывать. Сейчас в городе идет большая работа по благоустройству. В самом разгаре строительства школ, детских садов и новых спортивных объектов. Развернулся масштабный ремонт дорог. Донести подробную информацию о работе властей – одна из основных задач общественной палаты. Для этого ее участники будут тесно сотрудничать с городскими департаментами. Было бы очень неплохо, если бы у себя в составе департамента имели одного человека, к которому можно обратиться всегда для подготовки вопроса более широкого рассмотрения в департаментах. Первые предложения по сотрудничеству уже поступили. Участники профильной комиссии по образованию и науке предлагают после всероссийского конкурса «Учитель года», который в этом году пройдет в Самаре, организовать форум педагогических инициатив. Задача этого форума – выстроить как вертикальную линейку и собрать на одной территории победителей профессиональных конкурсов, лидеров общественного мнения. Мы хотим их собрать на единой площадке для того, чтобы прошли круглые столы, дебаты, мастер-классы. Идею глава города поддержал. Провести масштабный форум планируется в декабре. Также, чтобы установить более тесную связь с жителями города, участники общественной палаты обратились к коллегу Фурсову с предложением создать сайт, куда самарцы могут обратиться по волнующим их вопросам. Это предложение также одобрено. По местному самоуправлению хочется немножко расширить тему, потому что сегодня в Самаре проводится реформа местного самоуправления. И хочется вот у вас, как у эксперта, узнать мнение. Вот что-то меняется, двигается. Районы-то получили, вот власть, полномочия, финансы. И хотелось бы активизировать общественность, там, и ТОСы, и Советы микрорайонов. А вот на самом деле реально вот что-то продвигается или все по старинке как-то у нас? А вот в этом вашем вопросе сразу и немного ответ кроется. Почему? Потому что документально все оформлено нормально, безупречно. В том числе и общественные советы микрорайонов, созданы депутаты, избраны районам определенные полномочия даны. Но, как всегда, в жизни все на что-то спотыкается. Поэтому сказать, что все, как говорится, безупречно, мы просто не можем. Ну, хотя бы вот ту тему, что вы затронули о работе общественности. Кстати говоря, вот Олег Борисович Форсов как-то нам позвонил в общественную палату и говорит, ну, давайте как-то займемся тем, чтобы общественность... Активизировать. Да, городскими проблемами занималась. Ну, там тоже вопросов много. Почему? Потому что общественность сама по себе, вы правильно говорили, там поговорили, разошлись. А когда она работает в смычке с администрацией, тогда толку получается гораздо больше. Но собрались мы, посмотрели. И первый шаг, который необходимо сейчас сделать, это реанимировать, так скажем, спящие советы микрорайонов. Некоторые работают, работают активно, в том числе работают с ТОСами, с управляющими компаниями. Ну, есть у нас такие дворы, участки, что любо дорого просто зайдешь. А есть страшновато, мягко говоря. И потом новый депутатский корпус, который избран с помощью советов микрорайонов, он тоже сейчас работает не везде в контакте с советами. Почему? Потому что у депутата есть какие-то полномочия, к нему обращаются с вопросами, к этому депутату. Он их старается решить, а совет как-то вроде бы в стороне. Поэтому мы собирали всех ответственных по районам городским, которые должны работать с общественными организациями. Обсудили этот вопрос, поставили им задачу. Они нам должны уже теперь через две недели четко сказать, где, как, какой совет работает, что, какому совету мешает. Для того, чтобы можно было и нам самим, как общественникам, и администрации районов и города, эту ситуацию как-то выправлять. Ну, а что касается вот самостоятельности районов, ну, я вам скажу, что нормально. Ну, тут уж никуда не денешься. Да, система, система, вместо самоуправления, ну, я не делал такие оценки, что там она идеальна и не идеальна, но она работает. Поэтому, ну, толк от этого есть. Хорошо. Ну, вот вы сказали о том, что нужно активизировать общественность, это как задача, ну, в принципе, она всегда такая задача ставится, кто-то лучше действительно, кто-то хуже, кто-то активнее, кто-то не очень. Ну, вот в последнее время меня очень порадовала такая инициатива, связанная с общественностью тоже, это создание музейно-парковой зоны «Союз». Эта же общественность тоже инициировала. И предприятия здесь включились, и бизнес, и городские власти, и районы, и общественность. Вот что нужно сделать для того, чтобы вот такая инициатива снизу, так скажем, ну, не совсем снизу, там предприятия были инициаторами установить самолеты, 154 спутника, чтобы она реализовалась. Ну, это, если так можно сказать, идея или задача, она родилась не совсем снизу. Дело в том, что заинтересованность к этой тематике проявил мэр города. А уже общественность к этому делу более-менее подключилась. Почему? Потому что нам приходилось с главным архитектором города, и вот сегодня мы будем встречаться в музее, с директором музея, поговорить на тему о том, как это реализовывать уже все. Ведь неплохо было бы, если бы удалось это реализовать к чемпионату мира. Больше-то будут приезжать, чтобы посмотрели. А тема серьезная тем, что Самара является, я не боюсь этого слова сказать, мировой столицей космонавтики. Хотя, безусловно, Соединенные Штаты запускали больше кораблей, больше космонавтов и так далее, но... Мы первые. Мы первые. И, ну, как говорится, упускать это из виду и упускать это из бренда Самара просто грешно. Поэтому и родился вопрос о том, что, ну, во-первых, территорию этого музея благоустроить, а связанное благоустройство будет с необходимостью вспомнить первых создателей этих ракет. Да, вот Бёст Козлова хотят установить. Тоже инициатива такая есть. Первые создатели, они, конечно, получили больше всего из-за трещин, когда дело не шло как надо, но и организовывали они работу, я вам скажу, любо-дорого. Это мечта. Так вот, Королев Глушко – это два человека, которые идею воплотили в жизнь. Королев ракету целиком, Глушко двигатели. И то, и другое работает уже больше 50 лет, и, слава богу, никаких проблем не было. Дальше. У них на месте представители были Зеленев от Глушко и Дмитрий Ильич Козлов от Королева. Вот. Ну, естественно, что здесь на месте они очень большое дело делали. Я вот в 59-м году на завод Фрунзе приехал, и тогда еще документации на двигатель окончательно отработано не было. И вот пришлось заниматься КБ и Зеленевым тем, чтобы корректировать документацию или технологию так, чтобы они, как говорится, не пересекались, а шли в одно. Но большая эта работа, если уж учесть, что и на прогрессе, и на заводе Фрунзе работали по несколько десятков тысяч человек, всех, как говорится, привести к общему знаменателю, чтобы люди знали, что делают, и относились к следующим образом. Это дело большое. С одной стороны, вот, руководителей конструкторских бюро местных, а с другой стороны, директоров. Это тоже не такая простая работа, чтобы такие коллективы настроить на нужный лад и давать продукцию. Ведь тогда еще и в срок надо было давать. Вот так же, как и сейчас. Поэтому вот среди тех же самых людей, вот, Чечения и Витвинов, директора заводов, они тоже заслуживают, конечно, памяти. И вот такая вот идея, которая, в общем-то, была обозначена и мэром города, и общественностью города, она, ну, по крайней мере, мне она импонирует. Я думаю, что любому горожанину тоже. Ну, надеемся, что вот поддержку общественной палаты найдут организаторы. Безусловно, безусловно. Кстати говоря, вот на сегодняшнем совещании будет присутствовать Владимир Иванович Жуков. Он был долго главным архитектором города и области. Вместе с Самарсовым Александром Евгеньевичем, это главным архитектором города, они хорошо контактируют по этому вопросу. Ну, я думаю, толк будет. Да. И хотелось бы еще, так как вот новый состав недавно начал работу, поговорить об итогах работы прежнего. Вот сказали, что у людей было много, общественников. А вот как оцениваются итоги работы общественной палаты? Вот чтобы люди понимали. Да. Прошлый совет общественной палаты, ну, как вам правильно сказать, он не то, что осваивал работу. Ведь вот когда она образовалась? Нет, дело в том, что до прошлого совета общественная палата работали еще в течение нескольких лет общественные палаты. Но нацеленность была на такие, скажем так, общественно-массовые мероприятия. Ну, где-то форум провести там, где-то какое-то совещание там и все. А в прошлом составе мы уже начали работать над тем, ну, над конкретикой, откровенно говоря. Есть проблемы, начали брать, доводить до конца. Ну, удалось кое-что. Я вот уже упоминал вопрос патриотического воспитания. Там, скажем так, отстояли парк молодежный, вот его застраивать хотели. Ну, правда, с помощью администрации, конечно, все это делается. Это не общественники делают. Вот. Ну, и что самое важное, появилась регулярная необходимость и возможность общественников, членов общественной палаты общаться со всеми руководителями департаментов. То есть не было так, что они сами по себе, а общественница сама по себе. И вот сейчас, когда вот это совещание проводилось, то общественные палаты, то Фурсов подтвердил этот настрой и, ну, дает возможность, как говорится, более эффективно работать. А какие вообще заявления делает общественная палата и откуда они берутся? Вот от самих членов общественной палаты они их выносят на обсуждение, вот заявление? Или как все вот это? Хочется вот, чтобы действительно люди, которые обращаются к общественникам, свои инициативы идти и продвигали, и реализовывали. Значит, никто общественную палату никуда не прячет. Больше того, вот в теперешнем составе общественной палаты я упомянул, что работают профессионалы, люди. Ну, тот же самый Чеганев, он является депутатом Губернской думы и членом общественной палаты. Опыта у него много. И он очень много занимался вопросами самоуправления, причем по собственной инициативе. И сейчас, когда общественная палата начала работать, то на базе его опыта как раз вот и строится сейчас налаживание взаимодействия с общественностью. Или возьмите Добрусина, Виталия Аркадьевича. Ну, тоже известный человек, тоже опытный человек. И вот эта социальная политика, молодежная политика, культура. Это все, что он может услышать. Он, кстати, да, может услышать и продвинуть. И больше того, даже инициировать. Инициировать, да, такую работу. Сказать о науке и образовании, то Светлана Сергеевна Ильина тоже человек и самоопытный, директор школы с французским, вернее, лицея с французским уклоном. Он тоже может делать все что-то. Ну, а Семченко, он работал в свое время еще в горковой партии. Потом он очень долго работал в администрации Ленинского района. Но поэтому вопросы промышленности, предпринимательства для него, как говорится, вопросы ясные. Но в любом случае, когда мы начинаем обсуждать тот или иной вопрос на Совете Общественной Палаты, вот эти их профессиональные качества, они не всегда требуются по тому или иному вопросу. Но каждый из них по тому или иному вопросу проявляет очень глубокие знания. Вот это вот очень приятные цены. А инициатива, как вот рождается, появляется? Ну, Общественная Палата, каждый член Общественной Палаты может выступать с инициативой от своего имени. Это имени Общественной Палаты. А если вопрос затрагивает какие-то более широкие и серьезные проблемы, то мы на Совете это обсуждаем, принимаем решения. Ну, и потом уже выходим либо с инициативой в администрацию, либо средства массовой информации, ну, в зависимости от того, какая проблема. Понятно. Вот вы упомянули уже Алексея Чагенева, и он отметил вот на заседании, что одна из главных задач Общественной Палаты – привлекать общество к благоустройству города. Вот мне интересно, а как реально можно привлечь общество к благоустройству? Потому что сейчас тренд такой, да, у нас благоустройство. В Самаре тренд и распространяется, и от властей идет, и общественность мы к этому привлекаем. А как вот конкретно-то это вот активизировать, вот эти процессы, чтобы люди вот не пачкали, не бросали мусор? Этот вопрос, вы правильно сказали, не новый. Сколько существует городская власть, да еще, может быть, даже с царских времен, да, все время этот вопрос стоит. Но сейчас там увидим изменения. Но есть уже и определенный опыт. Вот Алексей Иванович Иганев, он правильно на Совете заметил, что от общественника просто прийти и сказать, ну-ка, валяйте, ребята, делайте что-нибудь. Не всегда получится. И даже если не сказать, что вообще не получится. Поэтому вопрос стоит о том, что инициативу, ну, конечно, через общественные организации, такие как общественная палата или вот советы микрорайонов, администрация должна получать информацию о том, где что желательно сделать. Администрация, исходя из своих возможностей, финансовых возможностей, определяет, что можем сделать вот, вот и вот что. Тогда уже общественники вместе с администрацией идут на место и говорят, дорогие друзья, вот вы жители этого района, мы сделаем вот, вот и вот что. Но от вас тоже требуется вот, вот и вот что. И вот такая схема, она себя оправдала, она работает. А когда просто, ну, скажем так, разговор о том, что надо, 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 не всегда получается. Да, да, да. А какие вот общегородские темы, очень важные, выносятся на обсуждение в общественной палате? И вот ваша, ну, так, не личная подпись, а согласие общественников на что требуется? Вот без чего? Мэр города, допустим, не примет какого-то решения? Или еще вот департамент? Ну, во-первых, давайте мы так скажем. Что вы выдвигаете на обсуждение? Мэр города имеет право и обязан принимать решения любые в пределах своей компетенции. И даже не оглядываясь на общественность. Так, у него есть такое право. Да, у него, он такое право, да. Но, тем не менее, тот же самый мэр города теперешний обратился в общественную палату, чтобы заниматься вопросами активизации населения по благоустройству города. Вот этим как раз все и сказано. Это вот, ну, это одна из проблем. А другую, я говорю, там, мы занимались вопросами патриотического воспитания. Вот Ильдина, Светлана Сергеевна, она сейчас вот, когда сюжетик вы показывали, говорила о том, что в городе будет проводиться всероссийское совещание. Всероссийский конкурс, да, учитель года, да. Но это уже ее инициатива, это инициатива члена общественной палаты. Вот, что ценно, да, да, вот хорошо. Вот, поэтому сказать, что кто-то планирует эти инициативы нельзя, но, по крайней мере, они есть. Вот, и что самое важное, что не было пока такого случая, чтобы инициатива общественников получила твердое нет от власти города. И это, в общем-то, хорошо. Потому что и Андреянов, Галина Геннадьевна, и Дума, и Олег Борис Фурсов, они прекрасно понимают свою ответственность и роль общественности. Да. Ну, действительно, хочется, чтобы вот вместе, чтобы люди объединялись. Вот, потому что, вот опять же, вернусь к этому проекту, вот, Союз Музейно-Парковой Зоны, так приятно видеть, когда вот и общественность, и предприятие, и власть, и вот просто жители этих домов, того же проспекта Ленина-1, которые позвонили к нам в эфир и сказали, вот, ну, Бюста Козлова, который здесь жил в этом доме, ну, как без него? Чтобы люди-то знали. Вот вы говорите, да, Козлов, эта фамилия известна на слуху, а Зеленичев с селедом говорить, она не очень известна. Конечно. Об этом же нужно знать. Ну, вот, вам житель позвонил правильно, это человек, который, наверное, работал в ЦСКБ и знает Дмитрия Ильича хорошо там, тут нет проблемы, вопрос его абсолютно закономерен, да? Но мы когда с вами говорили, мы же сказали о том, что этот вопрос надо немножко пошире посмотреть. Потому что, кроме Дмитрия Ильича, еще многие люди работали. Он, конечно, был величайшим организатором, тут вопросов нет, но и не вспомнить других, наверное, тоже нельзя. И это уже тоже роль общественности, потому что у нас в свое время звучит момент такой, что кто занимается, вот, скажем так, финишной операцией, тот на виду, а тот, кто все это готовит, он немножко в тени. А справедливость требует, как говорится, всем рождать по заслугам. Да. Ну, действительно, вот, общественники играют свою роль. Вот в Ленинском районе тоже есть такой Хартуков, который добился того, чтобы к мемориальным доскам на домах делали полочки, потому что просто висит доска. Да, когда люди, да, приходят, те же школьники, они вот буквально на землю бросают эти цветы, вроде бы придут 9 мая, стоят рядом, положат на землю, ну, это некрасиво, на асфальте перед домом валяются эти цветы. Вот он же добился, вот, пожалуйста, конкретный результат общественника. Ну, вот жизнь складывается из так называемых мелочей, хотя это далеко не мелочи. Вот районная администрация его поддержала, он пришел, и вот тебе, пожалуйста, реформа местного самоправления в действие. Он обратился сразу, вот наш район, вот наши дома, наши ветераны, вот, пожалуйста, дело сделаем. И хотелось бы еще узнать вот о механизмах вашей работы, о системе. Как часто вы собираетесь в Совете Общественной Палаты? Ну, или, и как вот возникает вообще... Ну, во-вторых, есть определенный регламент Общественной Палаты. Там Совет Общественной Палаты ежемесячно должен собираться, а пленарные заседания квартальные. Но я вам уже сказал, что мы сейчас всех приглашаем на заседание Совета Общественной Палаты. И, что самое важное, Совет Общественной Палаты, помимо вот того графика, который должен быть раз в месяц, может и собирается, когда возникает необходимость. Ну, к примеру, вот тот же самый момент, связанный по работе с общественностью для благоустройства города. Мы уже по нему два раза собирались, не считаясь с этим регламентом. Почему? Потому что, ну, вопрос просто этого требует. Я же вам сказал, через две недели мы будем еще раз собираться. Поэтому все зависит от того, насколько инициативны, насколько патриотичны, насколько ответственны люди в Совете. Они инициаторами выступают в этих моментах. Ну, и хотелось бы, на самом деле, поддержать вас в том, чтобы благоустройство действительно стало такой вот красной линией этого года, потому что мы видим, уже работа началась. И в этом году и цветущий город, и дороги строятся, и как будто... Ну, что-то все равно меняется. А если это взять и продвигать, и не отступать, да, и привлекать вот больше людей, и действительно, вот патриотически, почему? Потому что, если все будут продолжать дальше мусорить и ничего не благоустроить, как бы не старались там сверху, или кто-то те же вот хозяйственники... Да, я только немножко, не то, что возразить, а дополнить вас хотел. То, что делаете сейчас с помощью области по строительству дорог в Самаре, никогда не было. И не только по количеству. В корне изменилась технология изготовления дорог. Да, потому что не страдаем, конечно. Как-то Николай Иванович Меркушкин как-то даже сказал, что теперешняя технология может обеспечить службу дороги на протяжении 10 и более лет. Ну, поживем, увидим, Владимир Иванович. Да, потому что до сих пор, к сожалению, латали, а толку было мало. Надеюсь, что вы это все проконтролируете, потому что это наша боль, так скажем. Это наша работа. Да, и работа. Спасибо большое еще раз за то, что пришли к нам в эфир. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова